Корабль это не просто киль, палуба и паруса. Корабль «Черная жемчужина» — это свобода. Эта цитата принадлежит Джеку Воробью. Пардон, капитану Джеку Воробью. Из киноленты «Пираты Карибского моря. Проклятие черной жемчужины». Премьера фильма состоялась в июне 2003 года в Диснейленде. Ну а затем «Пираты» стремительно и массово захватили мировые кинотеатры. Изначально фаворитом студии был режиссер Крис Коламбус, ранее успешно работавший над фильмами «Один дома», в продолжении «Один дома 2. Затерянный в Нью-Йорке», а также над фильмами «Двухсотлетний человек» и двух фильмов о Гарри Поттере. Именно кассовый успех фильмов о Поттере определил Коламбуса кандидатом номер один. Но в итоге Крис отказался. Тогда в студии решили обратиться к Питеру Джексону. Тот вроде как согласился, но с условием снимать позже, так как он был занят съемками картины «Властелин колец. Возвращение короля». В студии Дисней ждать не могли, и кандидатуру Джексона вынужденно отклонили. Кроме того, на пост режиссера рассматривали Стивена Спилберга, с которым также не получилось договориться. Пока в студии перебирали кандидатов, в проект был приглашен матерый многоопытный продюсер Джерри Брукхаймер. И это он пригласил в проект режиссера Грегора, он же Гор Вирбинский. Брукхаймер знал его еще с тех пор, когда Гор писал сценарий для малобюджетных авторских проектов и снимал клипы и рекламные ролики. Как признавался сам режиссер, приглашение было неожиданным. И являлось для него своеобразным вызовом стать во главе съемочного процесса столь крупномасштабного и дорогостоящего проекта. Каст у фильма был воистину грандиозный и сложный. Так, даже на эпизодическую роль юной Элизабет Суон претендовало более 150 девочек. В итоге на эту роль утвердили юную Лесинду Драйзек, которая дважды побывала на кастинге и получила эту маленькую роль лишь благодаря отказу другой девочки сыграть Элизабет Суон. А небольшую роль юного Вилла Тернера получил Дилан Смит. На эту роль претендовало более 70 мальчишек. Но Дилан оказался самым убедительным на пробах, в том числе и благодаря тому, что его отец являлся родственником одного из студийных агентов. Интересно, что Джонни Депп дал предварительное согласие на участие в съемках, когда проект находился в стадии разработки. Еще не был написан полноценный сценарий и утвержден режиссер, но Джонни так хотел сыграть эту роль и дал согласие заранее, что в его карьере бывало крайне редко. Однако были и другие претенденты. Как шутя рассказывала, занимавшаяся подбором актеров Дженнифер Алесси на роль Джека Воробья претендовала Пол Голливуда. Причем разнообразие кандидатур действительно впечатляет. Так, студийный агент Брайан Пиппен предлагал студии кандидатуру Джима Керри. Он считал, что Джим идеально подходит на то, чтобы сделать эту роль торжеством уморительного юмора. И с этим в студии совершенно не согласились. Также на эту роль претендовал Эдвард Нортон. Фаворитом студийных агентов был Брэд Питт. Кроме того, рассматривали кандидатуры Майкла Китона, Джорджа Клуни, Хью Джекмана, Мэтью МакКонахи. На его кандидатуре настаивал сценарист Стюарт Битти, а также Вуди Харрельсона. То есть, как видите, образ Джека Воробья мог получиться совершенно иным. Но в итоге в студии решили вернуться к первоначальному варианту, и был утвержден Джонни Депп. В образе Капитана Барбосы студийные боссы видели Алана Рикмана. После успеха фильма о Гарри Поттере и роли Северуса в студии просто спали и видели в этой роли Рикмана. Однако поголовная занятость Алана не позволила ему принять участие в съемках «Пиратов». Также рассматривали кандидатуру Джона Траволты. Но в итоге на эту роль был утвержден многоопытный Джеффри Раш. Как рассказывал Вербинский, внешне он очень подходил на эту роль, а в гриме был просто-таки безупречен. Но в его актерских способностях никто и никогда не сомневался. На роль Уилла Тернера всерьез рассматривали кандидатуру Джуда Лоу. Дженнифер Олеси рассказывала, что студийные агенты считали, что Джудс создан для этой роли. Но, увы, на пробах Лоу не убедил. Также на эту роль претендовали Тоби Магуайр, Кристиан Бейл и Итан Хоук, которого сочли слишком возрастным для этой роли. В итоге эту роль получил Орландо Блум. Его кинопробы понравились сразу всем сценаристам и режиссеру Вербинский. Его кандидатуру в студии рекомендовал сам Джеффри Раш. Они вместе с Блумом снимались в кинокартине «Банда Келли». На роль Элизабет Суон претендовало более трехсот актрис, в их числе Дженнифер Лавхьюитт. Ее очень хотел видеть в фильме продюсер Брюс Хендрикс. Также рассматривали кандидатуры Сары Мишель Геллар, Алисии Сильверстоун и Джессики Альбы. Но в итоге эту роль получила Кира Найтли, которой на момент начала съемок было 17 лет. Кто-то называл это решение спорным и неоднозначным. Говорили о том, что в студии устали от длительного поиска актрис и их кинопроб, и поэтому утвердили Найтли. При этом продюсер Джерри Брукхаймер сказал, что на пробах Найтли поразила всех своей уверенностью и полному соответствию образу Элизабет. На ее стороне были сценаристы, против выступали студийные агенты. Но в итоге Гор Вербинский согласился с мнением сценаристов, пробы актрисы ему очень понравились, и он утвердил Найтли на эту знаковую для нее роль. Интересно, что студийный агент Арчи Спеллман предлагал на роль губернатора отца Элизабет Жерара Депардье. Студию также интересовал вариант с привлечением европейской кинозвезды. Но в итоге с Депардье они так и не договорились. А Джон Гудман сам отказался от этой роли, сценарий фильма его не заинтересовал. И тогда эту роль заполучил Джонатан Прайс. Его в фильме очень хотел видеть сценарист Тед Эллиот. Изначально в студии планировали снимать на Гавайских островах. Также рассматривали вариант снимать в Австралии. Но в конце концов они приняли решение, и чертовски верное решение снимать на Карибских островах. Полное соответствие, где пираты Карибского моря отправлялись не куда-то, а именно на Солнечные Карибы. Основным местом съемок стало государство Сент-Винсент и Гринандины, которое состоит из основного острова Сент-Винсент и массы небольших островов, где и проходило большинство съемок фильма. Так, премьеру сцену на острове в Изгнании, где находились герои Найтли и Деппа, снимали на трех разных островах. На одном из островов с оригинальным названием Петит Табак были созданы декорации и, конечно же, не настоящие искусственные пальмы, которые благополучно сожгли. Общий план и монолог Воробья с полыхающими вдали пальмами снимали на другом небольшом острове группы Гринандины. А вот ночные пьяные посиделки и откровения Джека и Элизабет снимали на острове Сент-Винсент поздней ночью. Причем ту сцену сняли довольно-таки быстро. Понадобилось несколько дублей, и эпизод был снят за одну ночь. Депп и Найтли в том эпизоде были кристально трезвыми. Как рассказывал Джерри Брукхаймер, местные жители – очень добрые и отзывчивые люди. Охотные зачастую безвозмездно помогали съемочной группе, в частности, переносили вещи, участвовали во время съемок в массовке и буквально-таки заражали позитивом актеров и членов съемочной группы. Тортугу общие планы снимали там же, на островах Сент-Винсент, а вот кабак, расположенный на Тортуге, снимали в павильонах студии. Основные декорации порта Ройал были возведены на месте бывшего океанариума – Мэрилэнд, расположенного на юге Лос-Анджелеса. Особняк губернатора также был построен близ Мэрилэнда. При этом отдельные эпизоды внутри здания, в частности, комнату Элизабет снимали в павильоне студии. Близ Лос-Анджелеса были созданы декорации, которые во время сцены штурма командой Барбосы благополучно разгромили. На создание этих декораций съемочная группа потратила около трех недель времени. Во время съемок на Карибах основная часть съемочной группы проживала в отелях в Кингстауне, столице Сент-Винсент и Гренадины. А вот Джонни Депп проживал на отдельном небольшом острове, который называется Янг-Айленд. Поговаривали, что Депп выкупил тот остров еще до начала съемок. Но эта информация оказалась ложной. На самом деле Джонни арендовал уютный островок на время съемок. Исла Дамуэрта, пресловутый Остров Мертвых. Общие планы снимали близ Доминиканской республики. А вот то, что находилось в пещере острова, в частности, сцену с сокровищами, все это снимали в павильонах студии Дисней. Возведенные дорогостоящие декорации Острова Мертвых, место, где находятся сокровища, на тот момент являлось крупнейшим в истории студии Дисней. Более 150 человек трудились над созданием и воплощением оригинальных авторских задумок. Здесь же снимали финальный поединок Барбосы и Джека Воробья, а также героя Блума с пиратами Барбосы. Уже в начале съемок съемочную группу подстерегла неприятность. В одном из павильонов студии в Лос-Анджелесе вспыхнул пожар. К счастью, никто не пострадал. Но вот декорации были сожжены дотла. Ущерб был оценен в 350 тысяч долларов. Пришлось студии восстанавливать декорации. На это ушло более трех недель. Пожар был не единственной напастью постигшей съемки. Так, во время съемок сцены на Исла де Муэрта воду в павильон активно поставляли с помощью специальных насосов. В один момент шланг не выдержал нагрузки и затопил декорации. В том числе и все бутафорское золото. А ведь часть импровизированных сокровищ имеет довольно обширную историю. Ранее его использовали в фильмах «Индиана Джонс» и «Последний крестовый поход» и в фильме «Мумия» Стивена Сомерса. Но не переживайте, в отличие от случая с пожаром, в этот раз все закончилось благополучно. Воду откачали, а сокровища не пострадали. Композитором фильма должен был стать маститый Алан Сильвестри. Уже было достигнуто предварительное соглашение, но в итоге каким-то загадочным образом контракт так и не был подписан. Композитором фильма был утвержден Клаус Баддельт. Неожиданное решение, как иронизировали тогда журналисты, в студии решили сэкономить на композиторе, при этом явно намекая на огромный бюджет фильма. Правда, работал он не один. К нему в помощнике был представлен другой известный композитор Ханс Циммер, фамилию которого у нас также произносят и пишут как «Зиммер». Обладатель премии «Оскар» и массы других известных кинопремий. Что и говорить, сотрудничество явно удалось. Композиторы сработались на славу, истинно пиратскую славу. Основной трек стал визитной карточкой фильма. И сейчас, спустя годы, он является одним из самых узнаваемых саундтреков «Воу». Водчик на самом деле это судно, которое называется «Леди Вашингтон», которое было построено в 1989 году и многократно появлялось в различных телевизионных сериалах и фильмах. Техники немного переоборудовали корабль специально для съемок пиратов. А «Черная жемчужина» в этой роли выступило судно, построенное в середине 90-х годов прошлого века, и которое было в значительной степени переоборудовано с помощью реальных декораций. Для создания «Черной жемчужины» коллективу студии понадобилось три недели. Работали без выходных, так как сроки поджимали. Корабль «Разящий» в этой роли выступило старое судно 60-х годов. На самом деле корабль передвигался с помощью буксира. Во время монтажа художники фильма благополучно удалили буксир из кадра. У каждого актера, тех, кто по сюжету носил оружие, была своя индивидуальная сабля. Все они были подписаны и хранились в одном месте. Боб Андерсон – известный английский фехтовальщик и по совместительству инструктор, который много лет готовил актеров для сцен поединков на саблях и шпагах. На момент съемок фильма Андерсону было 80 лет, но он пребывал в отличной форме, и его члены съемочной группы почтительно называли «Железный Боб». Он работал со всей съемочной группой и персонально с Джонни Деппом, Орландо Блумом и Джеффри Рашем. Лучше всех был подготовлен Орландо Блум, что символично, учитывая, что в сценарии фильма кузнец Тернер был самым мастеровитым и лучше всех орудовал клинком. Депп, который ранее занимался с инструктором для подготовки к другому фильму, также был весьма хорош в обращении с клинком. Возрастному Рашу приходилось непросто, но Андерсон отработал каждый доллар и достойно подготовил Джеффри так, что тот в большинстве сцен обошелся без дублера. Боба Андерсона приглашали для работы в последующие фильмы «Пираты Карибского моря». И, несмотря на возраст, он всегда соглашался и работал на совесть. «Железного Боба» не стало в январе 2012 года. Ему было 89 лет. Съемочная группа «Пиратов Карибского моря» до сих пор тепло вспоминает Андерсона и его работу, благодаря которой актеры работали на съемочной площадке по возможности без дублера. Кузница, в которой прятался воробей, где его обнаружил Уилл, создавалась в павильонах студии. Там же снимали поединок героев Деппа и Блума. Понадобилось три полноценных съемочных дня. И Вербинский был очень доволен работой актера. В том эпизоде в самых сложных моментах были задействованы дублеры. Однако основную работу Депп и Блум исполнили сами. Сцену масштабной битвы между командами двух кораблей снимали в разных местах. Часть сняли в павильонах студий, где специально была создана импровизированная палуба корабля. Часть снимали близ Лос-Анджелеса в Тихом океане. Тогда было задействовано более 70 каскадеров и 50 актеров-статистов. Съемки в океане несколько раз пришлось переносить. Поднимался сильный ветер, который не позволял снимать. Обезьянка, которую капитан Барбоса по сюжету назвал в честь воробья Джек. В этой роли в фильме предстали две обезьяны по кличке Тара и Леви. Тара очень подружилась и отлично сработалась с Джеффри Рашем. Хотя поначалу многое не получалось. Обезьяна часто пугалась и сбегала от Джеффри, испортив массу дублей. Но со временем они привыкли друг к другу. А вот Леви использовали для съемок общих планов, где надо было бегать по кораблю. Созданием визуальных эффектов занимался многоопытный Джон Кнолл и его команда. Он же занимался разработкой и созданием проклятой версии пиратов Барбосы и его команды, а также Джека Воробья. Свою работу они начинали за месяц до начала основных съемок. А заканчивали позже всех, когда уже вовсю шел монтаж фильма, Джон и его ребята продолжали работать над компьютерной версией пиратской нежити. Свои правки в образ вносил Гор Вербинский, которого постоянно что-то не устраивало, и он настаивал на доработке этих непростых образов. Джонни Депп также работал над захватом движений для своей компьютерной проклятой версии нежити. Актер рассказывал о том, что работа была непростой и интересной, потому что ему нужно было в точности повторить движение своего героя во время сцены поединка с Барбосой. Для сцены, когда корабль разнесли в щепки, была создана уменьшенная модель «Копия корабля», которую долго и бережно создавали в течение 20 дней, а затем благополучно взорвали. Понадобился один успешный дубль, который снимали близ Лос-Анджелеса на бескрайних просторах Тихого океана. Также создали и впоследствии использовали модель корабля для съемок шторма и общих планов сражений. Джек Девинпорт, сыгравший командора Норрингтона после съемок, рассказывал «Мой персонаж отличный малый, исполнительный и практичный, но совсем не романтик, истинный вояка. Нет ничего удивительного, что ему отказала Элизабет и выбрала отважного кузнеца Тернера». Девинпорт с улыбкой вспоминал, в отличие от Деппа, ему импровизировать было не дозволено. Действовал строго в рамках заданного сценария, поэтому добавить определенных красок и изменить характер своего героя он не мог. Актер вспоминал, что во время съемок сцены штурма корабля он нечаянно оступился и уронил саблю за борт. В составе съемочной группы были водолазы. Снимали на мелководье и на следующий день саблю нашли и вернули Девинпорту. Одну из шлюпок, которую использовали для съемок благополучно, утопили близ островов Сент-Винсент. Произошло это случайно. Поздним вечером в темноте шлюпка напоролась на камень, когда часть съемочной группы возвращалась на остров после съемок. Никто не пострадал, кроме шлюпки. После этого происшествия Вербинский решил перенести оставшиеся сцены в темное время суток в павильоны студии. Орландо Блоум рассказывал, что для него и особенно Киры Найтли совместная работа с Джонни Деппом была сродни учебе в университете актерского мастерства. Только в отличие от учебных аудиторий у них были самые что ни на есть боевые условия, где они работали и многому научились, глядя на Джонни Деппа. Найтли вспоминала, Джонни рассказывал какие-то интересные и забавные истории со съемок других фильмов, всегда мог поднять настроение. Рассказав какую-нибудь интересную шутку на съемках, забавно дискутировал с Гором Вербинский. А местные аборигены его просто обожали. Однажды в Хингстауне мы стояли с Орландо, как вдруг нам подошла группа местных жителей и попросил автограф. Мы с радостью согласились, но оказалось им нужен был автограф Джонни, который они просили нас взять у него. С улыбкой рассказывала Кира. Изначально фильм должен был выйти в прокат с названием «Пираты Карибского моря». Но расчетливый опытный продюсер Пол Диссон сказал о том, что возможно мы снимем продолжение, и у фильма вместо банальной цифры должно быть полноценное название. Так появилось дополнение «Проклятие черной жемчужины», которое определил сценарист Тед Эллиот. Тот самый одноглазый пират из команды Барбосы по имени Раджетти. Его в фильме сыграл актер Маккензи Крук с глазами в реальной жизни у актера полный порядок. Вставной глаз – это работа художника фильма. Сам же актер в период съемок носил в правом глазу две цветные специальные линзы для имитации искусственного глаза. Кроме него, линзы для изменения цвета глаз носила Кира Найтли, а также Джонни Депп. А вот он носил линзы, скрывая глаза от яркого солнца Карибских островов, так как по сюжету Джек Воробей в кадре не носит солнцезащитные очки. Пришлось актеру импровизировать и приобрести линзы. Кевин Маккензи, сыгравший гипса, пережил несколько неприятных моментов в сцене, когда он пьяный, спит в амбаре на Тартуге. Свиньи и амбар – настоящий. Снимали на Сент-Винсент. Как рассказывал оператор Дарио Швольски, Кевину действительно пришлось изваляться в грязи. И запах на самом деле был ужасным. Я ведь уже проснулся! Чтоб вонь отбить. На данный момент Кевин Маккензи сыграл в более чем 120 фильмах и сериалах. Но именно помощник Джека Воробья Гипс является самым узнаваемым в его насыщенной кинокарьере. Джонатан Прайс, сыгравший в фильме губернатора Суона, который являлся отцом Элизабет, рассказывал в одном из вариантов сценария указано то, что у его героя есть дворянский титул. Однако в самом фильме об этом решили не упоминать. Прайс честно признался, что для него этот персонаж особенный, потому что его обожает его внучка. Единственное, о чем сожалел актер после съемок первого фильма, так это о том, что ему удосталось не так много экранного времени, как хотелось бы. Ли Аренберг, сыгравший кореша Раджетти, с которым они все делали, сообщая, были «Не разлей вода». Съемки на Карибах ему запомнились надолго. Там он повредил колено, у актера поднялась высокая температура, и, как вспоминал актер, несмотря на то, что он очень любит тепло и солнце, к местному климату он так и не смог привыкнуть. Съемки он сравнивал с грандиозным аттракционом, которому ты всегда с радостью возвращаешься. Как только я прочитал сценарий и меня утвердили, я понял, что из двух недалеких дурачков я буду играть самого продвинутого кретина. Так, с иронией, Аренберг характеризовал своего героя персонажа Маккензи Крука. Кстати, актеры действительно подружились на съемочной площадке и до сих пор общаются, с теплом вспоминая съемки и свое пиратское прошлое. Орландо Блум рассказывал, что поработать вместе с Джонни Деппом и Джеффри Рашем было большой удачей. Я приобрел ценный актерский опыт и принял участие в кинопроекте, которому суждено было стать знаковым. До съемок я особо не интересовался миром пиратов, но когда прочитал сценарий и начинали съемки, я буквально сжил этой историей. Определенно пираты захватили мои мысли и я всецело погрузился в мир приключений, с улыбкой рассказывал Блум. Причем роль кузнеца для него также стала знаковой и узнаваемой. Вначале он успешно сыграл этого персонажа в «Пиратах Карибского моря», а немногим позже, в 2005 году, на экраны вышел фильм «Царство небесное», в котором Орландо сыграл главную роль кузнеца Балиана. Эта роль принесла ему рекордный на тот момент денежный гонорар в 2 миллиона баксов. Кира Найтли называла свою героиню девушкой 21 века, которая была заперта в рамках 18 века. Самым сложным для нее оказался прыжок в воду. В эпизоде, когда ее и героя Деппа пираты изгнали с корабля, актриса вспоминала, что пройти по тонкой доске, которая к тому же была влажной, было для нее своеобразным испытанием. Джонни Деппа она называла «одаренным от природы актером», «весельчаком» и «королем импровизации». Джеффри Раша характеризовала как харизматичного лидера с огромным актерским талантом. А Орландо Блума называла «близким другом» и «замечательным актером», с которым она бы с радостью снималась в кино хоть каждый день. Непререкаемым авторитетом на съемочной площадке был многоопытный Джеффри Раш, характерный разноплановый актер, мастер импровизации. Как рассказывал Вербинский, если Раш повел бровью или же сделал какой-то выразительный жест, значит так надо было. Он полностью вживался в образ и знал, какие именно эмоции и жесты необходимы его герою. Сам Джеффри называл своего героя «рок-звездой» из-за костюма, который ему индивидуально пошила костюмер Пенни Роуз. Раш вспоминал, когда он впервые прочитал черновой вариант сценария, Барбоса показался ему воплощением ада, однообразным злодеем с жутким характером и привычками. Но вследствие внесенных изменений в сценарий и эксклюзивной авторской работе над образом Джеффри Раша, Барбоса получился куда более интересным и многогранным персонажем. Джеффри рассказывал, в моем герое мне очень нравилась его высокомерие, целеустремленность, самолюбование и то, как мы с создателями фильма это показали. Мне также нравилось, что у моего героя была обезьянка, а не стереотипный попугай. Работа над фильмом была разнообразной, снимали в разных местах и условиях, а павильонные съемки очень отличаются от натурных. Снимали в разное время, иногда заканчивали съемочный процесс в 2 часа ночи, а уже в 8 утра начинался новый съемочный день. Что и говорить, этот фильм держал меня в тонусе и не давал заскучать, вспоминал Джеффри Раш. Джонни Деппа на съемочной площадке сценарист Стюарт Битти называл мастером импровизации и перевоплощения. И это чертовски верное утверждение, ведь капитан Джек Воробей это всецело авторский образ Джонни Деппа. Актер внес массу правок в образ Воробья. Так готовился к роли Джонни в собственной сауне. Актер рассказывал, что Воробей многостранствует и находится под нещадно палящим солнцем. И я решил узнать, каково это. Пошел в сауну, выставил температуру на максимум и сидел до тех пор, пока не закипел. Я еле выжил и едва сумел выползти из сауны. Но знаете, оно того стоило. Взгляд Воробья, манера речи, мимика – это все результат закипания в сауне, рассказывал Джонни. А оригинальную походку Депп придумал, основываясь на том, что Воробей большую часть времени проводит на корабле, где постоянная качка. Поэтому и на суше он продолжает ходить словно по палубе в качку. Сценарий Депп также в значительной степени изменил. Поговаривали, что в студии были крайне недовольны тем, что Джонни позволяет себе столь рьяно импровизировать и буквально-таки переписывать сценарий прямо на съемочной площадке. Но Вербинский поддержал Деппа и ответил, что это суровая необходимость для создания оригинального и лучшего кинообраза Джека Воробья. Ставшая своего рода культовой фраза «Смекаешь» – это чистая импровизация Деппа. Так же, как и то, что во время поединка Воробей называет Тернера «евнухом». В сценарии этого не было. Как и фраза, адресованная героиней Найтли. Ее также не было в сценарии. Как рассказывал продюсер Брюс Хендрикс, из напыщенного грубого пирата Депп сделал эксцентричного и забавного колоритного пирата. С фразочками, которые давно уж как расхватали на цитаты. Сам Депп говорил о том, что он очень хотел сыграть эту роль. И готов играть Джека Воробья до тех пор, пока бьется его сердце. Это нравится моим близким и друзьям, моей любимой дочурке. В конце концов, это нравится мне. И если мне предложат сыграть в «Пиратах Карибского моря-25», я без колебаний соглашусь, рассказывал Депп. В создании своего образа Депп ориентировался на известного гитариста и автора песен Кита Ричардса, который является близким другом актера. И как после премьеры рассказывал Джонни, частичка Джека Воробья живет в Ричардсе, моем хорошем друге. Бюджет фильма составил 140 миллионов долларов. Еще 40 миллионов составила рекламная компания пиратов. При этом в мировом прокате фильм собрал 654 миллиона баксов. Это четвертый кассовый результат в 2003 году. Интересно, что пираты уступили другому проекту студии Disney в поисках Немо, который в 2003-м собрал 871 миллион долларов. И занял второе место сразу за триумфатором года картиной «Властелин колец. Возвращение короля», который собрал более миллиарда баксов в мировом прокате. Продюсер пиратов Пол Дисон с иронией рассказывал, «Мы знали, что тягаться с «Властелином колец» будет ну очень сложно. Но мы были рады тому, что смогли навязать им хоть какую-то конкуренцию в плане кассовых сборов». Сцену поединка в пещере Тартуги снимали в течение пяти дней. Актеры порядком устали. После Джеффри Раш шутил о том, что они вместе с Джонни могли бы принять участие в турнире и занять там высокое место. Суммарно съемки фильма длились семь месяцев – с сентября 2002 года по март 2003 года. Это на полтора месяца больше, чем изначально планировали затратить времени на съемки в студии. Автор идеи сюжета и сценарист Тед Эллиот специально для фильма написал кодекс пиратов. Он немного отличался от пиратского кодекса, написанного известными пиратскими капитанами. Изначально планировали снять сцену, в которой Гипс зачитывал по пунктам статьи пиратского кодекса. Но впоследствии от этой сцены решили отказаться. В отечественной дублированной версии Джонни Деппа озвучивал актер театра и кино Александр Баргман. Тогда это был второй фильм, в котором Александр дублировал Джонни. Но сейчас, спустя годы, многие называют Баргмана не иначе, как официальным отечественным голосом Джонни Деппа. Не предай ты меня и не брось на погибель. И меня постигла бы кара, как и всех вас. Забавно, правда? Джеффри Раша дублировал Виктор Костецкий. На данный момент на его счету шесть проектов, где он озвучивал Джеффри. Из них четыре фильма – это «Пираты» и роль незабвенного капитана Барбосы. А, спасибо, что предупредил меня. Отлично. Орландо Блума в фильме озвучивал Андрей Зайцев. Я упражняюсь три часа, чтобы при встрече с пиратом заколоть его. А вот Киру Найтли дублировала Евгения Игумнова. Как актриса дубляжа, она озвучивала героиню Найтли в шести кинопроектах, в том числе «Трижды» в «Пиратах Карибского моря». Для самых терпеливых зрителей уготован бонус в виде сцены после финальных титров с участием обезьянки Барбосы. После того, как фильм стал кинохитом, в Диснейленде был на время закрыт и переделан популярный аттракцион «Пираты Карибского моря». В него были добавлены персонажи Барбоса и Джека Воробья. По статистике, в ту пору это был самый популярный аттракцион, и все благодаря одноименному фильму. Джерри Брукхаймер после премьеры рассказывал «Нам удалось снять фильм для всех категорий зрителей, от мала до велика». И сейчас, спустя много лет, Джерри в интервью говорил о том, что «Пираты» — это универсальный кинопроект, который смотрят дети, их родители и даже бабушки с дедушками с удовольствием пересматривают эту кинокартину. По версии популярных киножурналов и сайтов «Пираты» по-прежнему входит в число лучших семейных фильмов всех времен. Полагаю, для многих из вас первый фильм, открывший вселенную пиратов Карибского моря, также входит в число любимых киноработ в жанре, к которым всегда приятно вернуться и пересмотреть. Редактор субтитров А.Семкин